24 глава книги пророка Иеремии, она в переводе Луки Маневича, я читаю ее для библейского портала «Экзегет». Совсем маленькая глава, в ней такой один, но очень яркий образ. Наверное, так бывает, что какие-то наиболее яркие образы в библейском тексте как бы они вот обособляются, как такой есть перстень, да, вот металл, а есть на нем камень, и он отдельно, он выделяется. Вот то же самое с этой главой. Общая тема 20 глав – это конфликт Иеремии с верхушкой, с руководством, с элитой иудейского народа. Он ругается с цовями, ругается с пророками, со священником, он даже дерется с одним, точнее сказать, священник, его избивает по шкур, сын иммера. Ну, а вот здесь вот среди всей этой ругани, среди этих конфликтов, такой яркий символ. «Господь послал мне видение. Вот две корзины со смоквами стоят пред храмом Господнем. Было это после того, как Навуходоносор, царь Вавилона, увел из Иерусалима царя Иудея и Ихонию, сына Иакима, вельмож Иудеи, ремесленников и кузнецов, угнал их всех в Вавилон». То есть это первая волна переселения, которая уже случилась, то есть у нас идет, конечно, шестой век до нашей эры, его начало. И вот попытка осмыслить все это. И вот в одной корзине прекрасные ранние смоквы, а в другой корзине негодные смоквы, столь плохие, что нельзя их есть. Подскажу, кстати, что многие называют смоквы инжиром, хотя это одно и то же просто слово. Смоква славянская, инжир тюркская. И представляем себе, да, перед храмом стоят две корзины, и это похоже на принесение первых плодов. Жертвы от первых плодов, ранние особенно смоквы. Это же очень вкусно, когда они поспевают, все ждут их, и вот, наконец, первый урожай, и нужно часть принести Господу. Ну, в одной корзине хорошие, а в другой дрянь всякая, которая никуда уже не годится, и их зачем-то тоже в храм принесли. Сказал мне Господь, что ты видишь, Иеремия? Я ответил, смоквы. Вот хорошие смоквы, они прекрасные, вот плохие, они непригодные, столь плохие, что нельзя их есть. И было мне слово Господне. Так говорит Господь Бог Израиля, благосклонно, как на эти хорошие смоквы. Я взгляну на изгнанников иудеи, которых я изгнал отсюда в халдейскую землю. На благо я обращу к ним отчимые, верну их на эту землю, укреплю их и не разрушу, насажу их и не вырву. Я дам им сердце разумное, чтобы они познали меня, познали, что я Господь. Они будут моим народом, я буду их Богом, ибо вернутся они ко мне всем своим сердцем. Словно с плохими смоквами, столь плохими, что их нельзя есть, вот слова Господа. Так я поступлю с Сидыкией, царем иудеи, с текущим, нынешним царем, и его вельможами, со всеми оставшимися в Иерусалиме, в этой стране и со всеми живущими в Египте. То есть с теми, кто не стал частью вавилонского изгнания. Для всех царств земли я сделаю их примером ужаса и беды, обреку их на позор и поношение, издевательство и проклятие во всяком месте, куда я сгоню их. Я буду посылать на них меч, молот, голод и мор, пока все они не исчезнут с этой земли, которую я дал им и отцам их. Странный образ. Ну, все понятно, эти хорошие с ними будут хорошо, те плохие с ними будут плохо. Но почему же хорошие только изгнанники, а плохие только оставшиеся? Что там, в Вавилоне они сортировали людей по принципу их праведности или нравственных качеств? Конечно, нет. Но здесь повторение той же темы, которая уже была, что есть выбор, они в ситуации выбора. И правильный выбор, это как ни странно, как ни печально, сотрудничество с вавилонинами, с завоевателями. Собственно, капитуляция перед ними, как это ни странно звучит. И может быть дело в том, что именно плен станет для еврейского народа моментом переосмысления своей истории. Именно из плена они вернутся уже убежденными почитателями единого Бога, проводниками его веры на всей земле. А те, кто остаются, они стараются все как-то совместить, они стараются удержать вот эти свои остатки язычества, вот это свое какое-то такое межуумочное состояние, когда одновременно и Господь, и Ваалы, и все прочие. И вот это уже прогнило, вот это уже не может сохраняться, вот этому уже надо положить конец, поэтому там, где конец был положен, там, возможно, новое начало. Это новый ранний смог, это новый урожай, который вызрит в плену, который вызрит в вавилонской земле, языческой, чужеземной, в земле оккупантов, в земле завоевателей. Но для Бога важно качество, да? Для Него не очень важно, на какой земле эта корзина находится, важно, что в корзине. Ну а следующая, 25 глава, будет развивать эту тему.